Всем большой, красивый, а главное морозный декабрьский привет! В эфире Студия 11. Если на вашем окне еще не висит новогодняя гирлянда, тогда украсть его скорее. Создайте настроение себе и всем окружающим. Сделайте праздник еще ближе. Ну а мы, пожалуй, начнем. Поехали! И сразу актуальная тема. Назван напиток, который может спасти от заражения новыми штаммами ковида. Медики в период роста заболеваемости советуют надевать маски в общественных местах, чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться и, конечно же, правильно питаться. Среди средств защиты от коронавируса – витаминные напитки, обилие фруктов и овощей в вашем рационе. А еще от заражения ковида может спасти кофе. Об этом заявили авторы нового исследования – ученые из Китая. И не мудрено они на этом мышь съели. Возраст от 5 до 7 лет считают психологи самое время для знакомства ребенка с миром профессий. В это время у маленького человека активно формируется картина мира, и это лучший период, когда можно заложить базу для выбора будущей специальности. Профориентационное занятие с воспитанниками Сыктывкарского детского сада номер 50 недавно провели представители кадрового центра «Работа России». Как все прошло? Узнаем прямо сейчас. У меня мама работает в полицейске. О том, кем трудятся их родители, детсадовцы рассказывают с восторгом. Еще бы, взрослый мир для малышей, как неизведанная планета, многообразный и интересный. А вот на вопрос, чем же конкретно занимаются на работе их мамы и папы, дошколята отвечают с трудом. Изучить различные профессии деткам помогает психолог Виктория Амелина. Это еще ребенок, он дошкольного возраста, и интересен, когда это будет что-то визуально, что-то тактильно потрогать, посмотреть, поиграть, да, но и при этом он уже понимает, что какая-то профессия очень нужна. Какая-то профессия будет, ну, например, не менее важна, да, но все равно она, например, для него будет не такой особенной. Ну, как бы лучше поговорить, как со взрослыми, да. Фотограф, повар, врач, электромонтажник, продавец, пожарный – десятки, несомненно, важных для современного мира специальностей. Рассказывая о каждой, Виктория в деталях описывает обязанности работника. Наибольший интерес у мальчиков вызывает профессия спасателя. Большинство же девочек мечтают стать врачами или учителями, как их мамы. Для того, чтобы ребенок смог сделать какой-то выбор, до начала необходимо его познакомить с множеством профессий, начиная с ближнего окружения, это с родителей, чьи труды дети видят изо дня в день. У детей формируется определенное обобщенное представление о трудовой дисциплине, о трудовом процессе, активизируется познавательная деятельность, развивается уважение детей к людям различных видов профессий. Но не только просвещением цена профориентационная встреча. Такое взаимодействие позволяет ребенку приобщиться к труду взрослых и обрести опыт коммуникации со специалистами разных сфер жизни. Более того, у детей развивается критическое мышление и фантазия. Уже во время занятия малыши активно дискутируют, кем именно они хотели бы стать, когда вырастут. С раннего детства уже идет восприятие этого мира, например, чтобы к какой-то профессии было больше уважения, чтобы у маленького ребенка уже было восприятие, что он хотел бы в будущем. То есть чем раньше мы начнем понимать, что мы хотим, то есть условно, то и мы больше будем к этому стремиться и будем понимать, что нам нужно и чего нам будет интересно. Обогащать представление малышей о профессиях, воспитывать их интерес к труду, формировать первичное представление о рабочем процессе и подтолкнуть детей к осознанию важности и необходимости каждой специальности. Именно на решение этих задач и нацелен проект для дошкольников. Деятельность Министерства труда, занятости и социальной защиты в этом направлении будет продолжена. Познавательные занятия ожидаются и в других детских садах Сыктывкара. В отношениях между двумя людьми важно доверие. Именно оно должно быть краеугольным камнем в отношениях любящих людей. Особенно, когда эти двое собираются создать семью. В период, когда бабочки в животе, немногие пары задумываются о далеком будущем. А оно может быть разным. В таком случае есть вариант заключить брачный договор. Отношение к нему в нашей стране неоднозначное. Однако количество заключенных брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в 3 раза. Отмечается, что одна из распространенных причин заключения брачного договора – это ипотека. Итак, о плюсах и минусах такого решения прямо сейчас. В жизни всякое бывает. Бывает, что семья живет хорошо, все в порядке, но у них все равно вот это соглашение есть. Плохо это или хорошо? Как вы считаете? Вообще наличие брачного договора – это гарантия комфортных отношений в паре. Независимо, вы в браке, не в браке. Потому что брачный договор можно заключить и до брака, и во время брака, и на этапе расторжения брака. Просто в зависимости уже от того, как он вступит у вас в силу. В чем сила соглашения? Что там вообще прописывается? Преписывается. Ну, конечно же, имущественные обязанности, обязательства, но можно предусмотреть обязанности, возникающие на случай каких-то жизненных обстоятельств. Я сейчас всегда актуально привожу примеры, а как же мы будем делить импланты. Очень модная тема. И в свете того, что у нас в судебной практике возникают уже такие истории, когда мы делим соцсети, свои аккаунты, вот это тоже можно предусмотреть в брачном договоре. А в чем сила брачного договора? Вообще зачем он нужен? Брачный договор – это соглашение, это гражданско-правовая сделка, которая предусматривает права и обязанности сторон на случай прекращения брака, либо его расторжения. Расторжение – это когда мы пошли с тобой разводиться, да, прекращение, если вдруг кто-то из нас с тобой умер, да. И бывают нередко такие случаи, когда приходят, всплывают скрытые наследники, да, всяко бывает, вот, когда приходят кредиторы. И сейчас это очень актуально на случай, если вдруг у нас в рамках дела о банкротстве возникает требование в форме субсидиарной ответственности. Независимо от того, да, даже если ты не руководитель, у нас сегодня и бухгалтера, и юристы уже могут быть привлечены в том числе к субсидиарной ответственности по долгам компании. Ну и, соответственно, это все переходит куда, на что, на твое совместно нажитое имущество. И как раз брачный договор – это гарантия того, что супруг либо супруга останется при своем имуществе. То есть брачный договор – это не тогда, когда плохо все, и надо вот делать брачный договор, то есть это вообще до, возможно, да, до заключения брака? Лучше делать его не тогда, когда плохо уже все, да, потому что когда уже возникают требования кредиторов, ты в силу семейного кодекса при заключении брачного договора должен их уведомить о заключении брачного договора, и тогда уже другая история у тебя возникает. А брачный контракт можно заключить в том числе и когда у вас только бабочки в желателе, и планы какие-то на прекрасную жизнь. Цель – обезопасить как бы себя, да? Обезопасить себя, установить некие гарантии на наступление каких-то обстоятельств в будущем. Друг перед другом, да? А вообще раскрыть позиции свои для того, чтобы были комфортные отношения, да, вот, для того, чтобы вообще было понимание – это мое, это твое, и своим я распоряжаюсь, как хочу. Кормлю, там, бездомных собак, да, или инвестирую, там, куда-то, ну, действительно, да, хочу кормить, там, бездомных кошек, а ты будешь против. Опять предмет конфликта. А так, если вот все ты это обсудил и предусмотрел в брачном контракте, мы живем спокойно. Он может вообще быть на больших длинных листах. Вообще может, да. Да, как правильно его составлять, и способна ли пара без, например, специалистов его составить самостоятельно? Если в паре есть юристы, обладают каким-то навыком, да, составления гражданской правовой сделки, а вообще, что можно включить в брачный договор, потому что туда не все подлежит включению, да, и запретить измену ты точно не можешь в брачном договоре, вот. Но предусмотреть какой-нибудь бонус в случае измены можно, да, поэтому, да, вы можете сами. А если у тебя нет навыка какого-то и представления юридического, то лучше, конечно, обратиться за квалифицированным. Это где-то прям вот заверяется, да? А врачный договор удостоверяется, но это реально, безусловно. Это вопросы имущественного характера. Серьезные темы мы сегодня общаемся, друзья. Наталья, наша беседа подошла к концу. Желаю удачи, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам большое. Назван один доступный фрукт для укрепления здоровья. Посещать врачей придется намного реже, если каждый день съедать одно яблоко. Эти фрукты помогают работе кишечника, снабжают организм витаминами и полезными веществами, позволяют держать под контролем уровень холестерина, а также снижают риск развития диабета. Кроме того, яблоки способствуют выработке оксида азота, который борется с воспалением, нормализует кровяное давление и создает благоприятную среду для полезных бактерий в вашем организме. Есть яблоки можно каждый день в качестве перекуса или вместо десерта после еды. Этот вид спорта доступен не каждому. Он появился благодаря опасной профессии. Его дисциплины максимально приближены к ситуациям, которые могут возникнуть в реальности. Спорт сильных и отважных. Пожарно-прикладной. Сейчас он называется пожарно-спасательный. Если обратиться к истории, то еще в 1931 году в пожарных частях нашей страны в программы по физической культуре были введены упражнения по спецподготовке. Они включали хождение по бревну, надевание снаряжения и боевой одежды, лазанье по канату, переноску колонок и рукавов, бег, прыжки и преодоление других препятствий. В настоящее время пожарно-спасательный спорт широко распространен в 20 странах мира. И наша республика регулярно представляет кадры в сборную страны. В этом убедился Северин Арпа. Расскажите, пожалуйста, как дети приходят в пожарно-прикладной спорт? Детей мы набираем с отбора детских соревнований и по объявлению. Так вот и проходит отбор у нас. Ну вот сегодняшние соревнования, допустим, тоже, да, такие отборочные? Да, тоже отборочные. Мы на этих соревнованиях смотрим детей, как выступают, как показывают результаты и приглашаем их на занятия. Что развивает пожарно-прикладной спорт? Ну, про пожарно-прикладной спорт он очень много развивает. Он скоростно-силовые качества развивает, координация, сила, ловкость, быстрота. В этом виде спорта очень много задействовано других видов. А как выступают наши ребята? Что можете сказать об их уровне, допустим, на фоне Северо-Запада? Ну, ребята показывают достаточно высокий результат, потому что, ну, проходит очень большая работа, и они ответственно подходят к тренировкам. В прошлом году мы заняли в Северо-Западу первое место, ну, а так мы всегда в призерах. А есть те ребята, может быть, которые уже выпустились из команды и пошли дальше по пожарному делу? Да, у нас ежегодно выпускаются ребята с секции. И в прошлом году у нас поступили... Один человек поступил в Ивановскую академию пожарно-прикладную. В этом году у нас поступило два человека в Ивановскую пожарную академию. Один девочка поступила в Питерскую академию пожарно-прикладную. То есть вы так куёте кадры здесь? Да, да, и многие, они потом возвращаются, кто-то продолжает спортивную карьеру во взрослой команде, а кто-то продолжает, ну, работать, работает. А есть те ребята, которые, может быть, стали кандидатами в сборную страны вообще? Ну, да, у нас здесь выходцы были, которые и попадали на чемпионат мира, и сейчас они в взрослой команде тренируются. Да, такие ребята есть. Наши ребята там из Коми есть. Есть. Отлично. Будем болеть за наши. Спасибо. Новых талантливых спортсменов. Спасибо. Спасибо. На этом моменте сделаем небольшую остановку. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Вы смотрите Студию 11. Мы снова в эфире. Нам есть что показать и о чем рассказать. Так давайте же не будем с этим задерживаться. Киберспортивные команды Ухты, Сыктывкара, Усинска, Печоры и Сосногорска встретились на Коми в республиканском игровом турнире. В течение двух дней киберспортсмены сражались за звание лучших. Как прошли соревнования в одной из самых массовых игровых дисциплин, узнаем в следующем сюжете. Весь нерв киберспортивных состязаний сосредоточен на компьютерных мониторах. На пределе ум и реакции игроков. В плей-офф дисциплине Control Strike 2 на Коми-республиканском игровом турнире в Ухте игроки состязались два дня. Для молодых людей из самой Ухты, Сыктывкара, Усинска, Сосногорска и Печоры региональный игровой турнир стал во многом знаковым событием. Они могут развиваться в любой сфере, будучи в родной республике. Я думаю, что киберспорт развивается в связи с этим турниром, как его стали проводить, я заметил, очень классный турнир. Если вот по сей день и в последующем делать, то будет привлекаться гораздо больше народу. Я думаю, это очень большой понятий. Каждая из восьми команд турнира играла по 13 раундов в Control Strike 2 до двух побед. В итоге после 13 отыгранных матчей до борьбы за призовые места добрались команды из Сыктывкара, Чикаго Буллс и Ухтинсы из Фриорио. По итогам всех матчей первое место у Ухтинской команды в Фриорио. Однако на этом Коми-Республиканский игровой турнир не завершился. Впереди еще соревнования между командами по ДОПа-2 и консольным дисциплинам. И каждого участника очных встреч, вне зависимости от того, займет ли его команда призовое место или нет, ждут памятные призы. Всем участникам подарили фирменные футболки с нашим логотипом Коми-Республиканского игрового турнира. Каждому участнику также подарили киберспортивный рукав. Это специальный аксессуар для киберспортсменов, чтобы удобнее было перемещать. Остальным участникам мы приготовили еще дополнительные подарки. Это пауэрбанки. Плей-офф состязаний по ДОПа-2 пройдет в Ухте уже 2 и 3 декабря. А 9 и 10 декабря киберспортсмены Республики покажут свое мастерство игры на консолях. Напомним, что турнир проходит в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи, молодежи России», национального проекта «Образование и Года молодежи в Республике Коми». Интересное исследование. Россияне рассказали, чего боятся перед Новым годом. В топе переживаний в преддверии 2024 года это болезни 30%, рост цен 27% и страх за детей 26%. Причем чаще всего тяжелые болезни боятся женщины или одинокие люди. Реже всего россияне упоминали страх автокатастрофы. Исследование показало, что лишь 7% россиян не боятся ничего. Надеюсь, в числе этих 7% и наши земляки. А помните фразу из мультфильма «Делай добро и бросай его в воду»? Так вот, среди нас много таких людей, и благодаря им, возможно, наш мир еще существует. В Сыктывкаре живет волшебница, которая не первый год творит добро. Сейчас мы все узнаем подробнее. Елена, добрый день. Я знаю, что вы и мастерицы нашей республики помогают деткам. И непростым деткам. Расскажите, пожалуйста, в чем суть вашего проекта. Здравствуйте, Андрей. На базе моей школы вязания я организовала благотворительный проект. Он называется «Клуб 28 петель». И задача нашего проекта – согреть и помочь в реабилитации недоношенных малышей. Мы помогаем отделению неонатологии в Коми Республиканской больнице и отделению реанимации выхаживания недоношенных. Мастера Республики Коми, вязальщицы, с удовольствием огромным вяжут теплую одежду из натуральной шерсти и хлопка для детей, которые родились раньше срока. И им просто необходимо дополнительно помощь, да, для того, чтобы их согреть. Они очень маленькие, ну, им просто тепла не хватает. Откуда пришла вот такая идея и еще 28 петель, да? С чего все началось? Все началось с того, что я очень люблю вязать, и у меня такая потребность обучать этому других, да, особенно детей, и нести это в массы, популяризовать это направление рукоделия. Вот, и параллельно вместе с открытием моего дела, моей школы вязания, я узнала в интернете информацию, что существует такая международная благотворительная структура, называется она Клуб 28 петель, и в очень многих городах России она тоже развивается. Это был 2017 год, в тот момент я поняла, что у нас этого направления нет, и обратилась в отделение неонатологии к заведующему с таким предложением, на что получила очень теплый отклик, и действительно такая помощь очень нужна. Как мамы реагируют на вашу помощь? Да, вот мне бы хотелось сказать самую главную вещь. Помощь не только малышам, да, получается у нас, оказывается, а вообще всей семье. Потому что, когда появляется ребенок неожиданно, раньше срока, ну, как правило, это в среднем 28 недель, отсюда и название 28 петель. Вот, родители в шоке, им тяжело, они не понимают, как вот быть в этой ситуации, как помочь своему малышу, и им очень нужна поддержка, и моральная, и любая вообще помощь. И мамы реагируют тепло, поскольку, ну, представляете, насколько маленькие эти детки, вот они совсем крошечки, и вот эти вот маленькие ножички. Конечно, у нас нет такой одежды ни в магазинах, ни в больнице, тем более ее не выдают. И когда малыш появляется, и он лежит вот в кювезике, да, ну, грубо говоря, в инкубаторе, а у него уже есть вот такие на его размер ножки теплые, красивые носочки, шапочка. Игрушки мы специальные комфортеры развивающие вяжем. Мамам, конечно, очень приятно, и я всегда прихожу, лично в руки передаю, обнимаю с теплыми пожеланиями здоровья. Им просто нравится эта забота, которая вот абсолютно бескорыстно, безвозмездно идет из теплого, любящего сердца. А есть какой-то пример? Вот в 2017 году вы все это открыли, да? А ребенку, получается, уже сколько, если он родился в 2017 году? Мы уже деткам по 6 лет, и есть мамы, с которыми я на сегодняшний день дружу, и мы общаемся, и они с девчонками приходят. И, ну, это классно наблюдать, вот когда ты знаешь, что это был вот такой маленький котеночек, и вот эти напуганные глаза мамы. И тут вот, пожалуйста, такие звезды у нас уже там 6-летние ходят, это здорово. Приближается самый главный, наверное, семейный праздник, Новый год, волшебное чудо. А планируете ли вы к Новому году что-то вот связать, подарить? Да, мы регулярно стараемся к каждому празднику, и, конечно, обязательно к Новому году сделать подарочные комплекты для малышей и их мам. И сейчас к Новому году мы готовим подарки на выписку таким малышам. То есть они получают уникальный с логотипом нашего клуба такой мешочек волшебный, такой, да, бокс помощи, скажем так, да, бокс подарков радости новогодней, в котором всегда есть теплый плед, который детки используют очень много лет вообще. Есть обязательно какие-то теплые классные вещи, нарядные, приятные, и вот такие подарочки мы вручим к Новому году всем малышам. Это, я считаю, вообще память, да, ребенок потом вырастает, а все, что вы вязали, остается с воспоминанием детства. Да, кстати, да, это такая фишка, я всегда об этом говорю мамам в отделении, я говорю, девочки, обязательно сохраните эти вещи, потому что, когда ваш мальчик, который родился весом, там, может быть, килограмм, да, и вот вы на него смотрите с ожиданиями чуда, превратиться там в 25-летнего мужчину, ростом под 2 метра, может быть, бородатый будет он, да, вы достаньте вот эти маленькие носочки. Это просто воспоминания на всю жизнь. Елена, огромное спасибо за ваше доброе дело, которое вы делаете. Мы передаем также огромный привет всем мастерицам, которые с вами. Спасибо, с наступающим Новым годом. Я благодарю вас, я бы хотела сказать спасибо всем мастерицам, которые со всей республики Коми приносят, отправляют посылки, свои теплые вязаные вещи и помогают абсолютно искренне, безвозмездно. Поэтому, девочки, большое вам спасибо, всех вас обнимаю и любой может к нам присоединиться. Найдите нас в соцсетях и, пожалуйста, добро пожаловать. Бездомный. Какое страшное слово. Дом должен быть у всех. Кошки и собаки, оставшиеся без хозяев на улице, обречены на смерть. Холода, голод, живодеры. Какие только опасности не ждут милых пушистиков. Друзья, если вы прямо сейчас в поисках четвероногого друга, мы хотим вам помочь. Присмотритесь, например, героини нашего следующего материала. Кошки приюта. Разгар кошачьей жизни. Подарите девочке любящую семью. Вот интересно, как образно можно представить рой мыслей, которые периодически кружатся у нас в голове. Наверное, в разных точках нашей страны по-разному. Если Камчатка, то это стремящийся на ней рест лосось. Если Алтай, то это бегущий вдаль табун диких лошадей. На Кавказе стадо кудрявых овечек, а у нас, ну, конечно же, несущиеся по тундре оленям. И вот как это выглядит. И к этой минуте у нас все. Помните, действия и решения, принятые сегодня, определяют наши завтра. Так что дерзайте. До встречи в эфире. Пока.